МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужна свежая рыба. Об этом просят всех, кто готов помочь пеликанам, которые будут зимовать в Барнауле. Гололеты и обильные снегопады стали причиной массовых аварий на дорогах. По сообщению Краевого ГИБДД, только за минувшие сутки на территории региона произошло свыше 50 ДТП. В социальных сетях автолюбители делятся видео дорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло с участием общественного транспорта. На участке трассы Барнаул-Павловск водитель рейсового автобуса из-за гололеда не справился с управлением, машину вынесло в кювет. Аналогичный случай произошел на трассе Барнаул-Горноалтайск в районе Косихи. Между тем, как нам сообщили в ГИБДД Края, на борьбу со снегом направлено свыше 400 единиц уборочной техники. Наш корреспондент Кирилл Политов, который сегодня днем побывал в Топчихе, это примерно 100 километров от Барнаула, рассказал, что на протяжении всего пути был снегопад и плохая видимость. Вероятно, по этой причине нашей съемочной группе не удалось разглядеть большое количество снегоуборочной техники. Видели несколько машин. Одна из них разбрасывала реагенты, которые потом это все превратили в кашу, и пару тракторов. Это была федеральная трасса. На региональной трассе это, соответственно, поворот на Топчиху, там никого, и там катушка. В разы превышает прошлогоднюю норму. Это о количестве снега, который выпал в краевой столице. За несколько дней ноября, по словам специалистов мэрии, дорожные службы города вывезли почти 10 тысяч кубометров снега. Иными словами, тысячу камазов. Прошлой зимой на такой объем они вышли только в январе. Так справляются ли дорожные службы Барнаула с первым зимним испытанием? В материале Валентина Аскеровой. За шесть дней величина снежного покрова в краевой столице достигла 8 сантиметров. Чтобы справиться с обильными осадками, дорожники работали в усиленном режиме. Сутки вывозили почти по 3 тысячи кубометров снега. Работы, по словам сотрудников Алтай-Автодора, продолжались и весь сегодняшний день. Почти 70 снеговорочных машин расчищали как центральные улицы, так и окраину города. Правда, уже днем спецтехнику можно было увидеть лишь на центральной проспекте. Дорог много, поэтому техники не хватает. Поэтому я считаю, что центральные улицы города-то почищены. На сегодняшний день буквально проехал. Чистят хорошо. Даже тот же парк центральный. То есть, чищено все. Алтай, если приезжайте к нам, посмотрите, как должно быть чисто. А здесь много снега и не успеваю чистить, я так думаю. В мэрии пояснили, что силы дорожников сейчас брошены прежде всего на расчистку проезжей части, остановок общественного транспорта и социальных объектов. Когда работа заканчивается там, силы перебрасывают на второстепенные улицы и сельские территории. При обильных снегопадах мы работаем в усиленном режиме. В день мы в основном производим посыпку песчано-соляной смеси и сдвигание. То в ночное время в основном это вывоз снега. Если не хватает своей техники, то при штормовых прогнозах мы дополнительно привлекаем наемную технику. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в течение всей этой недели. На дорогах будет сильный гололед, метель и снежные заносы. Так что лишь к концу недели можно будет сделать вывод, справились ли дорожники с первым зимним испытанием снега. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Барнаул пока в лидерах по количеству осадков среди городов края в Бийске. По заверению наших коллег, снега совсем немного и он практически сразу тает. А вот жители Рубцовска уже ощутили на себе все в кавычках прелести зимы. Как вы оцениваете состояние дорог в эту погоду? Ужасно критическое состояние. С матами ездим. Вода остается, колея опять образовалась. Ничего не делается для улучшения дорог. Это не дороги. Вот ям полно у нас в городе, полно. Пока не чистят, ничем не посыпают. Сейчас скользко, страшновато. Их песочком можно было бы посыпать. Даже выходить страшно из машины. Ну вот тем временем барнаульские пассажироперевозчики вновь заговорили о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С этим предложением они в очередной раз обратились к городским и краевым властям, предлагая поднять цену минимум на 2 рубля. Напомним, сейчас за проезд в автобусе пассажиры платят 20 рублей, по карте 19. По словам транспортников, даже этого недостаточно, чтобы покрыть реальные затраты, обновить транспорт и увеличить заработную плату сотрудникам предприятий. Чтобы выйти из кризиса, по словам перевозчиков, стоимость проезда должна быть не менее 37 рублей. Как нам стало известно из неофициальных источников, сегодня этот вопрос обсуждали в администрации региона. Давать какие-либо комментарии до совещания, приглашенные на встречу предприниматели отказались. Наши корреспонденты позже попытаются выяснить, какое решение было принято. К другим темам. Руководитель исполкома «Единой России» сменится в Алтайском крае. Нового главу представят на отчетно-выборной конференции партии, которая пройдет 8 ноября. С 2016 года исполкомом руководит Андрей Клюзов, известный в регионе политтехнолог. Но вскоре, по информации из разных СМИ, его может сменить Денис Голобородько, самый молодой депутат Краевого законодательного собрания. Отметим, что в 2018 году Голобородько работал на губернаторских выборах в предвыборном штабе Виктора Томенко. Ровно три года исполнилось одному из самых заметных барнаульских общественных движений – «Субботником на спичке». Каждый выходной волонтеры наводят порядок на территории исторического памятника, бывшего сереброплавильного завода. Насколько она преобразилась за это время и какие проблемы по-прежнему остаются актуальными для тех, кто каждую субботу проводит на спичке, знает Илья Кочетков. Им ни помеха ни зной, ни мороз, ни дождь, ни снег. Каждую субботу группа волонтеров приходит сюда на спичку, чтобы убрать, как сегодня, снег, подрезать клен, собрать мусор. Территория бывшего сереброплавильного завода – место, откуда когда-то начинался барнаул. Три года назад архитектор Александр Деринг вместе с другими неравнодушными решили не ждать, когда у властей дойдут руки до реставрации, а своими силами поддерживать здесь порядок. Он признается, не ожидал, что это вызовет такой интерес у простых горожан. Три года прошло, а интерес как бы не увядает, на самом деле. Приходят вообще новые люди. Причем на каждый субботник какой-нибудь новый человек. Один, два, а то и три. Приходят целыми делегациями. На той неделе у меня было две экскурсии здесь. Целыми организациями приходят. За прошедшие годы волонтеры очистили часть территории от зарослей кленочи. Корни уже начали разрушать исторические здания. Но главное, благодаря субботникам деятельность спички оказалась в центре внимания власти, бизнеса, общественности. У территории появились новые собственники. Была принята концепция реновации. Предполагалось, что преображение должно начаться уже в самое ближайшее время. Увы, самого главного до сих пор не произошло. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы началась реконструкция. Я же не говорю о том, чтобы там все выглядело, как должно быть. Но чтобы хоть какие-то подвижки начались. Недавно стало известно, что федеральная Минкультура отклонила проект охранных зон спички, отправив на доработку. А значит, реконструкция, которую надеялись начать уже в ближайшее время, снова откладывается. Но активисты не падают духом. В январе следующего года здесь уже в третий раз пройдет фестиваль-практикум «Фабрика-завод», который соберет архитекторов, специалистов по городской среде и неравнодушных к судьбе исторического наследия горожан. И, конечно, активисты намерены продолжить субботники. Настолько долго, говорят, насколько понадобится. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. 95-й юбилей сегодня отмечает председатель городского совета ветеранов, почетный гражданин Барнаула Матрена Андрейченко. Она прошла всю Отечественную войну, будучи совсем юной. Как фронтовая медсестра спасала жизни. Участвовала в освобождении городов, дошла до Германии и встретила долгожданную победу. Большую часть жизни в мирное время посвятила преподавательской деятельности. А выйдя на пенсию, нашла свое призвание как общественник. Поддерживает ветеранов Великой Отечественной, уделяет внимание патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня с 95-м днем рождения Матрену Егоровну поздравили представители власти и общественности. Почетную звезду героя лично вручил глава Барнаула Сергей Дугин. Но, как отмечает сама Матрена Егоровна, останавливаться над достигнутым не намерена. Она полна энергии, которую готова тратить на любимое дело и увлечение. Я знаю сейчас одно то, что мне надо вставать и идти на работу. Есть обязанности, есть что сделать. Есть ветерану сходить, есть в чем-то ему помочь. Где-то что-то для него беспокоиться сделать. Поэтому забота есть, каждый день работаешь. Поэтому и живешь мыслью и делами тех, которые сейчас есть. Стали известны имена народных мастеров Алтайского края. Свидетельство о присуждении почетного звания ремесленникам вручили в торжественной обстановке в День народного единства. Подробнее в нашем сюжете. Светлана Булатова отныне народный мастер Алтайского края. К этому званию женщина шла более 60 лет. Рассказывает, когда ей было 10, украла у мамы отрез дефицитного тогда сица. Серьезно жила скутным шитьем. Барнаульская рукодельница занимается 20 лет. Я поняла, что это призвание мое. Я сюда вкладываю душу, сердце, любовь к окружающему миру, к Алтайскому краю. Ряды народных мастеров Алтайского края пополняются ежегодно. В этот раз на суд экспертов свои работы представили 14 ремесленников из городов и районов края. Лишь трое из них были удостоены звания. Евгений Покедаев из Белокурихи – один из самых молодых мастеров. Он занимается гончарным делом, возрождая народные традиции. А вот это очень интересный, как думаете, для чего его использовали, такой сосуд? Это такой древний ланчбокс, это второе. Да, совершенно верно, да. Сосуд называется «Близнято», и в нем носили в поле рабочим ядом. Здесь действительно можно было первое, второе положить. Вновь избранные мастера получили в подарок по 50 тысяч рублей. Кстати, звание дает возможность за счет краевого бюджета участвовать в крупных, в том числе международных выставках и проектах. В День народного единства власти региона подготовили еще один дорогостоящий подарок. Работники культуры очень много делают для того, чтобы наш край был в числе первых и занимал достойное свое место среди других культурных центров Российской Федерации. 12 новых автомобилей получили учреждения культуры. Из бюджета было выделено 20 миллионов рублей. По словам губернатора, у творческих коллективов теперь будет больше возможности для выездных концертов и гастролей. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости. Живы и здоровы. Шесть краснокнижных кудрявых пеликанов, которые не смогли улететь на юг и остались в Алтайском крае, спасены и находятся в Барнауле. Чуть более недели назад их обнаружили в окрестностях Алейска. Спасением занимались волонтеры и специалисты краевого Минприроды. Как чувствуют себя птицы сегодня и какова их дальнейшая судьба, расскажет Илья Кочетков. Ну не деритесь, не деритесь. Ну все, отбирают друг у друга уже. О голодали. Ветеринар Артем Кучер говорит, у птиц явные признаки стресса и истощения. Неудивительно, несколько дней назад они метались в панике в окрестностях Алейска, пытаясь прокормиться на замерзающих озерах. Специалисты уверены, если бы люди не заметили и не спасли птиц, те бы погибли. Теперь пеликанов ждет вполне комфортная зимовка. Птицы будут зимовать при организации, соответственно, всю зиму проведут в теплых ангарах. До весны, где-то до конца мая птицы будут, соответственно, жить у нас и потом будут выпущены в природу. Увы, один пеликан все же погиб. Еще как минимум две птицы так и не удалось поймать. Живы ли они, неизвестно. По одной из версий, стая краснокнижных пернатых летела на юг, в юго-восточную Азию, и попала под прицел браконьеров. Взрослых особей, возможно, убили, а около десяти молодых сбились с курса и оказались на Алтае. Алексей Эбель, один из тех, кто ловил пеликанов, говорит, чтобы поймать эту пугливую птицу, пришлось постараться. Пытались всякими способами подкрасться из-за бугорка, из-за кустов. Ну, долго было, конечно, потому что, ну, представьте, там 10 мужиков, 5 часов смогли двух пеликанов только поймать. То есть, представляете, какой труд был. Специалисты говорят, раньше к нам залетали в основном единичные особи, а чтобы сразу так много – впервые. Кстати, в связи с этим Артем Кучер, которому предстоит смотреть за птицами всю долгую зиму, просит помочь с рыбой. К слову, одна особь съедает за раз больше двух килограммов, а кормить их надо по три-четыре раза в день. Звонить можно лично Артему. Телефон ниже на экране. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Чистите печень народными средствами? Попробуйте заменить их на «Ависол». «Ависол» – современное натуральное средство, способствует бережному очищению печени. «Ависол Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края снежно. В Бийске и Белокурихе – до плюс одного, в Рубцовске – плюс два. В Барнауле западный умеренный ветер, в ночное время пасмурные – до минус одного, днем – до одного градуса со знаком «плюс». Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.